Здравствуйте, уважаемые друзья! Я рад вас приветствовать от имени компании Art&Soft. И в своем ролике расскажу и, конечно же, покажу, как с помощью программы Photocollage Maker быстро и легко сделать качественный фотоколлаж. Что такое фотоколлаж? Перед вами самый типичный пример. Как видите, это достаточно оригинальная вещь, так как на первый взгляд это самая обычная картинка, но если присмотреться, то мы увидим, что она состоит из сотен, а может быть и тысяч других картинок. Как понимаете, это самое огромное поле для экспериментирования. С другими примерами фотоколлажей вы можете ознакомиться на сайте компании Art&Soft в разделе «Галерея». Здесь достаточно много интересных примеров, и они вам могут подсказать идею для создания уже своих собственных коллажей. Видите, вы можете сделать достаточно оригинальный подарок в виде фотографии любимого человека, собранного из цветов, как здесь. Или, может быть, вы создадите оригинальный логотип для своей компании. Все будет зависеть только от вашей фантазии. Ну что ж, давайте наконец-то сами создадим фотоколлаж и убедимся в том, что это не только легко, но и очень интересно. Запускаем Photocollage Maker. Нужно отдать должное разработчикам программы, так как ее интерфейс сделан предельно функциональным. Здесь нет ничего лишнего, но в то же время есть инструменты, которые необходимы для получения качественного результата. Первое, на что обращает программа наше внимание, это выбор исходного изображения. То есть, какое изображение мы хотим видеть в качестве коллажа. Загрузить его можно с помощью стандартной кнопки «Обзор». Надеюсь, вы не будете против, если для нашего с вами коллажа я выберу вот этого приятного молодого человека. Открыть. На следующем этапе Photocollage Maker спрашивает нас, из чего же мы хотим собрать наше исходное изображение. То есть, на этом этапе нам нужно определиться с темой так называемых составных мини-изображений, подобрать и загрузить в программу папку, ну или несколько папок с теми фотографиями или картинками, из которых будет состоять наш герой. В нашем случае все достаточно просто и понятно. Тема «Новый год» и загружать мы будем соответствующее ему изображение. Жмем кнопку «Добавить» и выбираем нужную папку. Ок. Пока она индексируется, вы можете развлечь себя просмотром уже упомянутой мной галереи на сайте компании Art&Soft, кликнув вот по этой ссылке. Хотя в нашем случае картинок не так много, как видите, их 600, и загрузятся они достаточно быстро. Ну а если вы будете добавлять крупные базы с большим количеством файлов, то времени на просмотр галереи вам вполне хватит. Кстати, для вашего же удобства разработчики программы выложили ссылку для скачивания уже готовых баз с мини-изображениями. Ну, мало ли у вас нет подходящего количества фотографий, а поэкспериментировать с фотоколлажами хочется. Так, продолжим. Исходные изображения есть, база составных мини-изображений тоже, осталось задать параметры для создания коллажа. Переходим на третью вкладку. Если вы делаете коллаж впервые, то лучше здесь ничего не менять и сразу же нажать на кнопку «Сформировать коллаж». Посмотреть, что получится, и только потом уже начинать экспериментировать с настройками. Давайте так и поступим. Формирование коллажа займет некоторое время, но Дедушка Мороз не заставит себя долго ждать. Вот и он. Как видите, он вполне узнаваем и даже достаточно хорошо прорисован. Глаза, рот, все видно хорошо. Вполне можно сохранять результат. Но, если честно, я бы посоветовал его немного доработать. Давайте вернемся на третью закладку. Вообще, один из самых основных параметров при создании коллажа – это выбор количества базовых блоков первого уровня. Что это такое? Видите, наше исходное изображение разбито на клетки. Эти клетки и есть те самые базовые блоки первого уровня. Они как пазлы, из которых мы, а точнее программа, соберет нашего симпатягу. Их количество и, соответственно, размер мы можем изменять, меняя число вот в этом окне. По умолчанию стоит 200 блоков. Мы можем поставить 300, 400, но больше 500 без лишней необходимости ставить нет смысла, так как это значительно увеличит время создания коллажа и настолько уменьшит размер составных мини-изображений, что на получившемся коллаже разглядеть их будет достаточно сложно. На нашем исходном изображении, как видите, достаточно мало мелких деталей. Это глаза, рот, ну и вот это украшение на шапке. И наоборот, много однотонных мест. Синий фон, белая борода, шапка. Это вполне позволяет нам увеличить размер базовых блоков, чтобы на коллаже было лучше видно, из чего же состоит наш Дедушка Мороз. Для этого давайте уменьшим количество базовых блоков до 110. Как видите, их размер пропорционально увеличился. Я уже заранее подобрал более или менее оптимальные параметры дополнительных настроек, так что давайте их зададим. Это 5 уровней вложенности. Мы будем использовать только оригиналы мини-изображений и их зеркальные отражения без поворотов и перевернутых копий. Радиус повторяемости дубликатов поставим 10. Коррекция блоков первого уровня поставим плюс 65. И наш коллаж будет формироваться из всей области нашего исходного изображения без каких-либо исключений. Применить. Подробнее об этих и других настройках в фото коллажмейкер вы можете узнать просто кликнув вот по этой ссылке. А мы давайте опять сформируем коллаж. Ну вот, Дедушка Мороз снова не заставил себя долго звать. Как видите, теперь составные новогодные картинки видны вообще очень хорошо. То есть, если подвести итог, то по-хорошему перед созданием коллажа вам нужно определиться, что для вас главнее. Как можно детальнее прорисовать исходное изображение или сделать упор на том, из чего мы его собрали. Все в ваших руках. Да, если захотите поменять какой-то непонравившийся вам блок, то вы это легко можете сделать, его выделив и выбрав любой другой блок из вот этой галереи. Ну, например, вот этот. А мы давайте сохраним наш коллаж. Для этого перейдем на последнюю пятую закладку. Выберем размер и нажмем на кнопку «Сохранить как». Да, если вы заинтересовались вопросом создания фотоколлажей, то посоветую вам еще почитать статьи на все том же сайте компании «Артен Софт». Там же вы можете ознакомиться с другими ее программами, которые наверняка покажутся вам также интересными. Ну что ж, коллаж сохранен. Давайте его посмотрим. Ну что ж, наш Дедушка Мороз оправдал наши ожидания. Как и полагается, он состоит из новогодних украшений и подарков. И я, в свою очередь, желаю вам вдохновения, богатой фантазии и творческих успехов с программой «Артен Софт» «Фотоколлаж Мейкер». С наступающим или прошедшим Новым Годом! И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok